И еще раз доброе утро, дорогие телезрители! В Черкесске не так давно около трех десятков школьников из Центра образования номер 11 вступили в ряды нового движения Орлята России. Напомним, что Орлята России – это программа развития учеников начальных классов. Это подобие советских октябрят и первая входная вступень в движение первых. Поговорить о кладе будни новоиспеченных Орлят. Сегодня к нам в студию мы пригласили советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями Екатерину Борисову. Екатерина, доброе утро! Здравствуйте! Спасибо, что сегодня с нами. Надеюсь, вы рады. Да, я очень рада. Мы тоже. Екатерина, расскажите, пожалуйста, сколько же у нас Орлят? Может быть, по городу нас ориентируете, может быть, по республике? Проект Орлята России у нас стартовал в 2021 году. Сначала, вступили в пилотные школы, и с 2023 года мы вступаем все. У нас в школе мы с моим классом вступили первые, это было еще в прошлом году. Ну, во-первых, вы относитесь к числу пилотных школ, да? Ну, можно так сказать, да. В этом году будем посвящать все классы. Уже в школах прошли вводные орлятские уроки. Ребята уже познакомились с программой, влюбились в программу и с нетерпением ждут своего посвящения. Вот уже пятая школа, девятая гимназия. У нас уже наши ряды пополняются. И до конца октября будут все школы посвящены в Орлята России. Так, вот обязательно каждый начальный класс, да, примкнет к этому движению? Да. Так, а что за посвящение? Ну-ка, расскажите. Посвятите нас в ваше посвящение. Это такая торжественная линейка, которую ребята издут с нетерпением, где ребятам вручат опознавательный знак, либо значок, либо галстук повяжут, когда уже ребенок с гордостью будет знать, что он орленок. Вперед и с песней покорять все вершины. Так, а вот скажите, знак или галстучек – это на усмотрение кого? Ребенка, да? Нет, это на усмотрение школы. На усмотрение школы. Так, хорошо. Почему вы решили вспомнить былые времена и кто вы? Вот вы нам расскажите всю вот эту вот предысторию, и создать движение, подобное советским октябрятам? Почему вообще Орлята России, грубо говоря, у нас появились? Ну, как бы в современной школе большое внимание уделяется воспитанию, а движение, как программа Орлята России, она воспитывает настоящего гражданина, настоящего патриота. Мы, как учителя, мы не только должны воспитать активиста, но и должны воспитать защитника своей Родины. В общем, наше государство решило воспитывать прямо настоящих патриотов, да, поэтому Орлята России у нас появились в том числе. Все помнят, да, Тимуроцев, Орлят, Октябрят, с какой гордостью повязывали эти галстуки нам. Мы хотели, желали, стремились к этому. Наверное, современные дети немножко потерялись с появлением гаджетов, а хочется вернуться к тому, еще раз повторяюсь, к тимуровцам, которые помогали, там, перейти дорогу бабушки, уважали, почитали своих родителей, уважали Родину. Поэтому надо воспитывать наших детей правильно. А вот скажите, Екатерина, вы же наблюдаете, да, вот первоклассник, второклассник и так далее, вот они действительно хотят стать Орлятами? Что говорят, что думают? Ну вот после первых вводных уроков, да, действительно, учителя ко мне подходят и говорят, дети прям влюбились в программу, поскорее давайте нас посвящать, мы же хотим идти по трекам, которые там… Что хотим работать. Да. И если смотреть в целом, программа Орлята России – это готовая методическая разработка, это большая помощь нашим педагогам. Ведь раньше педагоги сами разрабатывали, доходили материал, дорабатывали. Сейчас все готово, бери материал и пользуйся, бери работой. А вот вы говорите, что детки влюбились в программу. Что это за программа? Чем она отличается от других? Программа, она в игровой деятельности, ребенок познает, узнает больше коллективных, дружеских, игровых таких программ. Вот что хочу еще спросить. Вот эта программа, да, которую вы сейчас нам рассказали, это дополнительная программа к текущей школьной? Да, эта программа является программой внеурочной деятельности после как бы уроков. У нас есть основные уроки и идет внеурочная деятельность. В рамках внеурочной деятельности мы реализуем данную программу. В первом классе это час в неделю, со второго по четвертый класс это два часа в неделю. Программа состоит из семи треков. Каждый трек это семь, от пяти получается до девяти уроков. Ребенок проходит все занятия. Занятия интересные в виде игровой деятельности, познавательные, дискуссионные уроки, коллективно-творческие дела. Пройдя все эти девять треков, ребенок становится, например, орленком-лидером. Потом приступает к другому направлению. Так мы проходим все сферы воспитательной деятельности, воспитательной жизни маленького малыша. А можете вот на практике рассказать, что изучаете с ребятами? Чего они учатся? Мы уже с ребятами, так как мы уже давно посвятились, да, мы уже впереди планеты всей. Мы прошли и лагерную смену, теперь мы вот вступили в трек. Так, то есть вы уже успели куда-то поехать в лагерь? Как бы программа, помимо того, что она включает в себя внеурочную деятельность, еще она включает в себя курсы повышения квалификации педагога и лагерную смену летних лагерей, пришкольных лагерей. Содружество Орляд России. Это как бы такой маленький отдых после трудного такого года работы. И вот в этом году все школы Черкеска познакомились с этой программой, тоже как бы влюбились в нее и уже на следующий год тоже будут работать по этой программе. Там очень много интересных игр, познавательных программ, занятий. Так, хорошо. Повторюсь, чем на деле занимаетесь с ребятами? Вот чему они учатся? Вот, например, на примере, как я начала говорить, трек «Орленок лидер». Мы на первых уроках знакомимся с термином, какие качества обладает человек-лидер. Потом в игровой форме мы познаем сами себя, есть ли у нас такие качества, можем ли мы их проявить, проявить, играем в игры. Если вдруг нет, ребята расстраиваются. Лидер там, по сути, один и никогда не может быть. Да, конечно, расстраиваются, но это тоже полезно, они учатся на своих ошибках. И не всегда, да, можно, это не все же могут лидеры, да? Конечно, конечно. Следующий трек там «Орленок-эколог» или «Орленок-хранитель исторической памяти». Там где-то ребенок проявит. Но, как я еще повторюсь, каждый ребенок может проявить себя. Но если не может, ему могут всегда помочь педагоги, родители. И, конечно же, никуда без старшеклассников-наставников. Это наши любимые герои на наших уроках. Они нам всегда помогают. Ребята с нетерпением ждут, когда они придут. Если раньше ребята боялись к ним подойти, то теперь они друзья, встречаются на переменах, обнимаются, машут ручками. Какую роль на ваших занятиях играют старшеклассники? Они всегда присутствуют на уроках. Они иногда проводят уроки, иногда проводят игры, просто рассказывают о себе. И на первом уроке у нас девочка рассказывала о себе, как она сожалеет о том, что не было в ее время «Орлят России», и что ей было тяжело показать себя, проявить себя, чтобы ее заметили. И уже когда она пришла в пятый класс, появился этот РДШ, сейчас это движение первых. Сейчас она там проявляет себя активно. Вот ребята посоветовала уже сейчас проявлять себя и играть в игры, участвовать в активностях, проходить конкурсы, разные акции участвовать. Получается, «Орлята России» это не только практика, что-то новое для малышей, для учеников начальных классов, но еще такая, знаете, практика очень хорошая для старшеклассников. Выступить, показать себя, может быть, что-то изучить, потом преподнести. Это тоже очень важно. Да, это очень важно для детей. Екатерина, вот расскажите, пожалуйста, еще о треках. Вы говорили, есть «Орленок» эколог, «Орленок» лидер. Программа «Орлята России» включает в себя 7 треков, 7 направлений. Говорят, что слово «трек» придумали сами дети в лагере, как движение вперед. Каждый трек рассчитан на какую-то познавательную деятельность. Например, «Орленок» лидер, да, мы познаем себя, мы познаем командную работу. «Орленок» хранитель, мы воспитываем любовь к родине, к семье. Есть еще «Орленок» эколог, «Орленок» доброволец, «Орленок» мастер и «Орленок» эрудит. Каждый захватывает сферу воспитания ребенка. Ну да, все треки очень такие интересные и важные. Если действительно в каком-то треке у ребенка не сложилось, не получилось, то есть еще другие треки. Ну, трек «Искусство», да, «Мастер», там, мы влюбляем ребенка в искусство, чтобы он сам себя проявил. Вот театральные кружки нам в помощь. То есть вы прям ходите в театры или у вас есть кружок свой, как это происходит? Нет, на школе, как бы сейчас в этом году, получается, во все школы есть театральные кружки, вокальные кружки. И уже на младшем этапе мы смотрим, какие дети могут проявить себя, чтобы они сами себя показали. Ведь у нас очень много активных детей, очень много талантливых детей, надо их у всех увидеть. Так, хорошо, Екатерина, «Орлята» сейчас, что дальше? Кем они будут? Дальше у нас мы идем в движение первых. Ну, с пятого класса у нас тоже новая программа «Я, ты, он, она». Мы все вместе, дружная семья. В общем, у вас программа на все случаи жизни. На любой период жизни, так, хорошо, поняла. Кстати, я знаю, что «Орлята» – это действительно входная такая первая ступень для движения первых. И вот хочу спросить, могут ли ребята вступить в движение первых, не будучи «Орлятами»? Конечно, могут. Главное – желание. Ну, сейчас-то все, получается, уже будем «Орлятами». Но те дети, которые, получается, выпустили с четвертого класса, они у нас не были «Орлятами», но они все дружно вступили в движение первых. Ведь сейчас они видят, как дети участвуют в конкурсе, побеждают. Есть возможность в другом городе побыть. Это всех как бы мотивирует. Екатерина, вот хочу спросить. Я знаю, что вы являетесь классным руководителем, классно, ребята которого являются «Орлятами». Как так получилось, что именно они, точнее вы, да, уже все вместе стали «Орлятами»? Ну, как бы, программа «Орлятой России» начала работать еще в 2021 году. Когда было еще движение «Российское движение первых», мы с ребятами туда вступили. Но так как мы были еще маленькие, мы не во всех конкурсах могли участвовать. Так сейчас они тридциклажки? Да. То есть первый класс, да, тогда был? Мы еще не во всех могли участвовать в конкурсах. Я искала себе, подбирала такие программы, чтобы мы могли тоже всесторонне развиваться. И когда услышала про программу «Орлятой России», конечно, хотела вступить вместе с ними. И мы поговорили с ребятами, ребята меня поддержали. Вы тоже хотели, да, окунуться в эту атмосферу? Обязательно, да. Я еще повторю, что как бы готовая программа, очень много интересных игр, очень интересных занятий. Ребята, у них горят глаза, когда мы с ними играем в эти игры. Поэтому мы, все ребята меня поддержали, и мы вступили в эту программу. Мы посвятились «Орлятой России», ребята с удовольствием исполнили гимн. До сих пор его споют. И у нас в планах посвятить всю школу, получать всю начальную школу. Ребята не дождутся мои, когда же мы будем всех посвящать. Мы хотим рассказать, как с нами весело, как с нами дружно. Так, поняла вас. Ну и последний вопрос тогда вам задам. Как реагируют родители на программу этого движения, в принципе, на какие-то изменения, да, в поведении, в знаниях своих детей? Я еще раз повторю, что программа «Орлятой России» — это такая уникальная программа, которая охватывает не только детей, педагогов, да, но и родителей, старшеклассников, наставников. Большую роль здесь играют родители. Если раньше мы родители гребедили только на собраниях, то сейчас мы вместе ходим в походы, вместе организуем конкурсы, вместе участвуем в акциях. Родители с удовольствием поддерживают своего малыша, чтобы где-то он победил в конкурсе. Поэтому родители всегда со мной, и родители всегда меня поддерживают. Ведь все это мы делаем для наших детей. В общем, и родители тоже рады. Замечательно. Екатерина, ну и, пожалуйста, напоследок, пожелайте что-нибудь теплое, приятное нашим телезрителям. Ну, во-первых, я хочу пожелать орлятам России активно развиваться, хочу пожелать педагогам профессионального роста, детям побед, различных высоких достижений, побольше работать и в команде. Но вам, телезрителям, всего-всего самого доброго. Главное — мир семье. Спасибо большое за такие пожелания, очень-таки, знаете, обширные, очень-таки прям мощные. Вам тоже желаем всего хорошего, а орлятам желаем, чтобы они заполонили буквально всю нашу страну. Вот. Спасибо, что сегодня были с нами. Вам спасибо за приглашение. В следующий раз придем вместе с моими детьми. Ой, обязательно, кстати, будет интересно. Будем ждать.